Наш Бог, реальный Бог, не только был, не только будет, но есть сегодня. Поэтому Слово Божье говорит, что приближающийся к Нему должен верить, что Он есть сегодня, сейчас. Не был, да, есть какое-то время, Он есть, Аминь, Слава Богу, и точно так же верим, как реальность, что в один день Иисус придет за нами, Аллилуйя, Аллилуйя. Не знаю, может быть, есть человек, который думает, что сегодня есть много планов еще, в этом мире еще имеют планы. Но у вас любое блажение быть у Бога, когда Он придет, Он придет, и мы всегда должны держать свое сердце готовым для Него. И нет больше этого счастья, когда ты не боишься этой жизни, а только ожидаешь Господа. Аминь, 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 Слава Богу! Сегодня хочу говорить о наших жизнях, потому что один из самых больших вопросов, которые может иметь человек, это то, например, когда человек говорит, для чего я живу, или во имя чего я живу, для чего родился, кем я буду. И в этом мире, знаете, и в этом вопросе, знаете, этот мир обучает этому. То есть положение этого мира начинает учить этих людей, кто они, кем они будут, для чего родились. Бывает, что обстоятельства у человека заставляют его быть кем-то. Например, какой-то человек живет какой-то жизнью. И ей говорят, а почему ты так живешь? Говорит, жизнь заставляет. Поэтому он говорит, что и жизнь заставляет человека, чтобы исходя из этого человек решил, кем он является. Бывает, что родители учат. Не скажу, что заставляют, но направляют, чтобы он стал кем-то. Например, мама всю жизнь мечтала, чтобы стать врачом, и не стала. И решила, что обязательно ее ребенок должен быть врачом. И бедный ребенок. Идиоты начинают учиться. Может быть, и после этого чуть-чуть работают. И потом понимают, что это не его. Я не говорю о том, чтобы родители не учили детей. Конечно, детям нужно много советовать, чтобы они правильный выбор сделали. Но знаете, сегодня есть нужда, чтобы мы реально задали себе вопрос, кто я? Для чего я родился? У одного ребенка спросили. И сейчас он уже не ребенок. Сказали, кем ты станешь? Сказал, что пастухом овец, и летчиком. Сказали, почему? Сказали, что, чтобы овец своих на самолетах в разные места возить. И возникает вопрос. Почему пастухом овец? И почему овец нужно так далеко увозить? Почему на самолетах? Кому нужно все это? Сегодня он пастух Божьих овец. Это я не о себе говорю. Но знаете, люди в возрасте могут решить стать кем-то. И возникает вопрос. И человек сам себя должен задавать вопрос. Во имя чего? Ради чего все это? Действительно, имеет смысл это. Стоит ли это ставить целью жизни? Когда в детстве моей дочери спрашивали, что ты будешь делать, когда вырастешь? Говорила, что буду считать деньги. И люди могут подумать, что мы каждый день читаем «Домбы деньги», и ребенок видел. Я не знаю, откуда она это взяла. И хочешь задать вопрос. Ну и что потом? Знаешь, многих людей хочешь задать вопрос. И исходя из жизни, прожитый имя. И потом? Но я хочу, чтобы мы сами себе задали этот вопрос. Не другому задавали, и не чтобы нам задавали. А мы сами себе зададим вопрос. Ну и что потом? И вот это сделал. И достиг до этой цели. И это появилось. Что потом? Я не говорю, что все бессмысленно. Я не хочу, чтобы с презрением смотрели на все. Я хочу, чтобы мы задали себе этот вопрос. Что потом? Что потом? И я не говорю, возлюбленные, что особенно у армян есть такое, что когда у ребенка появляется первый зубик, делают праздник. Это вообще не праздник. Что-то ставят перед ребенком, и то, что вытащит, это и будет. Это суеверие. Это неправильное почитание Бога. До того, как продолжу, хочу вам прочитать одно место про суеверие. Второзакония. Много мест есть. Но я просто одно место прочитаю. В Второзаконии 32, 21. Бог говорит, они раздражали меня не Богом. Суетными своими огорчили меня. И я раздражу их не народом. Народом безсмышленным агарчу их. Бог говорит, что суверие людей, оно агарчает меня. И говорит, по причине этого гнева, безсмышленный народ, начнут агарчать тебя. Потому что не стоит отдавать детям суетным Богом. Мы должны отдавать своих детей Богом, а не Богом. Суеверие ведет к ложным Богам. И эти ложные Боги, они Боги без савского мира. С маленькой буквы Боги, который даже не Боги. Просто так называют. Но хочу сказать тебе, возлюбленным. Сегодня хочу говорить, кто мы, как кого видит нас Бог, который важнее, чем то, что мы видим, или как другие видят. Возлюбленным важнее, то, что кем видит тебя Бог. И не имеет значения, кем видят тебя люди. Не имеет значения, кем ты сам себя видишь. Важнее, кем видит тебя Бог. Еремия 1.5. Бог сказал Еремии. И в арганде, что ты не делаешь, если ты не делаешь, я, как ты не делаешь, я, как ты не делаешь. Прежде, когда я образовал тебя в очреве, я познала тебя. И прежде, когда ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. Асмана, что я, что ты не был образован в очреве, я знал тебя. Сегодня хочу говорить. Назвала так свое слово. Ты знаешь, кто ты возлюбленный. Ты избранный от чрева матери. Аминь. Ашхара, кескаси, сэр Амаси? Мир тебе скажет об этом? Никогда не скажет. Люди скажут, свое мнение скажут. Но Бог говорит, что ты в очреве у матери еще не образовался. Я тебя знал. Аллилуйя. Слава Богу. Бог знает тебя. Ты можешь соседу сказать, Бог знает тебя. Точно не ошибешься. Поэтому уверенно скажи. И мы должны верить этому, кто мы. Мы должны верить тому, что говорит Бог, возлюбленные. Это мир и обстоятельства в жизни. Люди, что только не могут сказать. Но главное то, что Бог говорит, что я избрал тебя, еще с чрева матери. Аминь. Конечно, много есть ситуации, когда люди свидетельствуют, что их хотели абортировать, и не получилось. И эти люди сегодня служат Богу. Но много людей есть так же, которые не смогли убить. Но они еще не видят, что они избраны Богом. Поэтому не имеет значения, как мы родились. Какой семье родились. Где родились. Наши жизни, что произошло. Главное, чтобы мы верили в Слово Божье, что я избран еще от чрева матери. Аминь. Аминь. Парк, асццом. Слава Богу. Когда человек помнит об этом, его жизнь идет по-другому. Аллилуйя. Аллилуйя. Сверли, что Иисус пришел, и был распад за меня и за тебя. Знаешь, для чего это? Чтобы я и эти начали принимать Слово Божье. То, что Бог думает о нас. То, что Бог приготовил. Аллилуйя. И видим, что Иеремия говорит. Шестой стих. И я сказал, О, Господи, Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. И в Терене асцц, не говори, что я иду, и я иду, и я иду, и я иду, но Господь сказал мне, не говори, и не говори, я молодый, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Ну, Господь, я далек от Твоего призвания, далек от того, чтобы служить Тебе. Бог говорит, не говори так. Ну, Господь, это так. Иеремия был действительно молодым. Был подростком в то время. Бог не знал, что он подросток? Гитаешь? Знал. Но, Господь, ты не молод. Может быть, ты сейчас говоришь, я в этой ситуации, какое избрание, посмотри на мою жизнь. Бог говорит, не говори так. Как не сказать? Бог говорит, не говори. И сейчас сделаешь то, что я говорю. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Сегодня я хочу, чтобы верили в Слову Божье. Где бы не были, куда бы не пошли, из какого бы народа не были, из какой бы семьи не были, что бы не происходило в нашей жизни. Сегодня, возлюбленные, будем верить в Слову Божье. Бог говорит, ты избран еще от чрева матери. Аллилуйя. Слава Богу. Конечно, Ветхом Завете. Ты скажешь, что Бог особенных людей избирал. Иеремия, например, был определенным человеком. Бог избрал его пророком. Да, согласен. Ветхом Завете. Бог избирал особенный народ. Пусть Армяни не скажет, почему не Армяни. Главное, что для Армян родился Иисус. Аминь. Бог избирал определенных людей, чтобы служили Ему. Но что сделал Иисус Христос? Он пришел и сказал, вы все избраны, веруя в Меня. Аллилуйя. Иисусом Ко всем относится это Слово. Аминь. Аминь. Парка Су. Слава Богу. Я это избраны. Найк норк к такарану, а ртенинча асу. Посмотрите, что уже говорит Новый Завет. И Ефесянам первая глава. Я не знаю, вдохновляет тебя это или нет. И мне это интересно. Мне интересно, что это истина. И блаженны те, которые верят этому. Аминь. Аминь. Парка Су. Анкам с гацпуктной туризманы нас. Даже чувства другое говорят. В разуме что-то другое говорится. Вспоминаешь долги, говоришь, ну что это за ситуация? Бог сегодня говорит, ты избран. Верь в Слово Божье. Аминь. И Ефесянам первая глава. Четвертый стих. Халлилуйя. 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 Шестой стих. Для чего? Ир паравор шнурки, говасанки хамар, который ныранов шнурк цвистовец мес айн Сирелиола. В похвалу славы благодати своей, которую он облагодействовал нас возлюбленным. Бог говорит, в Новом Завете, говорит, я избрал тебя прежде создания мира. Халлилуйя. Кто верит в это? Он верит в это. Вы мне просто представьте, прежде создания мира, еще нет человека, нет ничего, ничего нет. Бог говорит, я тебя избрал. И знаешь, что это означает? Бог знает, что ты родился. Бог знал, что ты должен был родиться. Именно в это время Бог знает все в твоей жизни. Ты можешь сказать, ну почему в моей жизни такое-то произошло? Потому что ты не знал, что ты избранный. Бог говорит, ты избран был. Прежде всего того, что произошло в твоей жизни. Просто ты не знал этого, но ты родился, чтобы прославить меня. И ту благодать, которую показал тебе. Через Иисусу Мечоцу. Что ты спасен этой благодатью. Аллилуйя. Аллилуйя. Наша жизнь возлюбленный Бог избрал, чтобы мы прославили Его. Аминь. И та благодать, и той благодатью, которая спас меня, чтобы я хвалил эту благодать. Аллилуйя. Аллилуйя. И говорится, чтобы вы, чтобы вы были святы и непорочны пред Ним в любви. До того, как мы обратились к Богу, Бог уже решил, что мы должны быть святы и непорочны. Аминь. Ты уже был призван Богом. Просто не знал об этом. До того, как ты служил Богу, Бог уже решил, что ты должен служить Ему. Просто ты не знал об этом. Аминь. Ну, потом узнал. Начал служить. Аминь. До того, как ты стал жить святыстям. Бог уже решил, что ты избран быть святым. Я прямо сейчас открываю секрет. В том, чтобы жить святыстям. Ты должен сначала верить, что ты святой. И потом сможешь жить. Но я вам скажу. Ты должен верить, что ты святой. И потом будешь жить святыстям. Потому что это будет твоей жаждой. Вы заметили, что когда что-то хвалят, вас хваляют. Сначала смотришь и говоришь, ну интересно, кто это купит? Потом, когда много смотришь на это, начинает интересовать. И когда еще больше смотришь, говоришь, может быть, это мне нужно. Когда еще смотришь, и когда еще смотришь, говоришь, точно нужно купить это. Сегодня возлюбленные. Хочу, чтобы Слово Божие было восхваляемым для нас. Аминь. Чтобы не только сегодня, а во всякое время, я и ты думали над этим. Я избран. Еще от чрева матери. Я избран. Прежде создания мира. Кто верит в это? Это не дело нашего ума, но мы верим. Потому что Бог говорит. Аминь. Тот, кто верит, что он будет одним из преступников, он становится таким. Айо? Да. Потому что уговаривает, что это хорошая жизнь. Тот, кто начинает верить, что быть наркоманом хорошо, становится наркоманом. Тот, кто думает, что в этом мире беготня за имуществом хорошо начинает бегать. Бог говорит. Лучше верить в то, что я говорю. Ты избранный. Аминь. И это не проповедник говорит, это Бог говорит. Аллилуйя. Слава Богу. Если хочешь быть святым, веришь, что Господь избрал тебя, чтобы ты был святым. Аминь. Если кто-то верит, что он грешник, он живет как грешник. Живет во грехе. Но тот, кто верит, что он святой, он начинает жить как святой человек. Жажда от этого. Все делать, чтобы так жить. Говорит, меня Бог избрал. Я не имею права. Я не могу. И знаешь, это даст тебе силу, чтобы ты не грешил. И отдалясь от греха. Аминь. Тот, кто верит, что он избран, он принимает решение. Что я пойду за Богом. Возлюблены верить в Бога, и идти за Богом это разное. Многие верят в Бога. Даже могут приходить церковь. Но, может, они не идут за Богом. И нет желания даже. Пойдут по своим целям. И теперь вопрос. Что потом? Допустим, я пошел с своими целями. Хорошо ставить цели. Но ставить эти цели, нужно идти за Богом. Аминь. Пойдут за своими плаными. В конце жизни. Сегодня я говорю, чтобы не достигал все это до конца жизни. Нужно задать вопрос. Что потом? Возлюблены, сколько людей было, которые ты знаешь, что он уже стал старым. Потом умер. Смотрел на его жизнь. Что делал? Потом он мне спрашивал, ну что потом? Сегодня мы должны задать себе этот вопрос, чтобы не была наша жизнь бессмысленной. И ответ на этот вопрос таков. Я избран Богом. И моя жизнь для него, чтобы его прославить. Чтобы его слава была видна в моей жизни. Аминь. Блаженые те люди, в чьих жизнях Бог прославляет. А не эгоизм. А не то, чего он достиг. Сегодня люди могут много хвалиться. Разным. Не говорю в Армении. Уже сказал. Ва всяком месте. Люди любят хвалиться. Своими целями. Тем, что они достигли. Слово Божье говорит. Хваляющийся пусть хвалится Господа. Как? Если наша жизнь прославляет его. Аминь. Это не та хвала, что прославлю те цели, до которых достиг. И скажу, что это Бог сделал. Аствак. Бог. Должен прославиться в наших жизнях. Мерки анков. Нашей жизнью. Аминь. Слава Богу. Какой бы ситуации не был. Не имеет значения, в каком состоянии прямо сейчас. Сам себе всегда говори. Я избран Богом. Я избран Богом. И еще от чрева матери. Прежде создания мира. Ты увидишь, что ты не будешь выбирать не правильные вещи, а правильные. Ты увидишь, что ты не будешь заниматься безумным, а будешь заниматься тем, что хочет Бог. Ты увидишь, что ты будешь далек от злых людей. Ты не будешь любить грех. Как может кто-то говорить, я избран Богом и идти грешить. Он пойдет грешить, когда забудет о том, что он избран Богом. Когда я только покаялся, греховные мысли приходили. Но я помню, я ходил и говорил, Кровью Христа искуплен. Я не помню. Искренне, я не помню, это пришло от проповедника, или это просто пришло во мне. Но это истинная. Я искуплен Кровью Христа. И говорил, Кровь Христа на мне. Ты знаешь, эти мысли, они уходили. И я теперь способ говорю, Кровь Христа очищает. Я должен осознать, что этой кровью он меня искупил. И я принадлежу ему. Аминь. Когда я знаю, что я избран, знаешь, много есть, что я не буду делать. Именно по причине этого. Именно по причине этого. Один Божий человек мог бы быть сильным Божий человек Лестер Самрал. Ему служители сказали, Но эти люди так делают. Почему нам так не делать? Он сказал, Всем можно, вам нельзя. Павел говорил, Все мне позволительно, но не все полезно. Знаешь, как кто он говорил? Как избранный один. Аллилуйя. Аллилуйя. Много есть в этом мире? Может быть, всем можно. Мне нельзя. Потому что я избран. Ты можешь это о себе сказать. Я сейчас не говорю о себе. Я говорю о нас. Аминь. Если кого-то не можешь простить. Хоть только осознайся, что ты избран Богом. Увидишь, что простишь. Аминь. Слава Богу. Что бы не было. Даже в трудной ситуации возлюбленной. Когда тяжелая ситуация, Мы должны сказать. Я избран Богом. Я избран Богом. Не лучше я других. Просто избран Богом. Как остальные, если будут верить в это. Аллилуйя. Если я не знал, что я избран. Теперь знаю. Лучше в этом жить. Возлюбленная боль в том, Что многие, может быть, знают об этом. Но не будут жить в этом. Но блаженная жизнь. Когда в конце тебе не скажут, что потом. Когда ты знаешь, что ты избран. И согласно этому живешь. Аллилуйя. Посмотрите, что пишет Исайя. Исайя 49. С первого стиха. Слушайте, меня острова и внимайте народы дальние. Господь призвал меня от чрева. От утробы матери моей называл имя мое. Исайя. Кричит. Таким образом кричит. Что хочешь, чтобы острова услышали. Может быть, тебе покажется, что Исайя сумасшедший говорит с островами. Это его переживание. Он хочет, чтобы все острова услышали. Он хочет, чтобы народы дальние услышали. Говорит, послушайте. Исайя. Исайя. Господь призвал меня от чрева матери. Им. Анунов. Чаначела. Назвал меня по именем. Аллилуйя. 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 Когда во всяком месте мы будем видны, что мы избраны Богом. Пусть те хоскеров не словами, а действительно избраны. И наша жажда, чтобы все увидят, что я избран. Можешь сказать, что пусть все увидят, что я избран. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаешь, на что это похоже? Бывает, что слышал, что люди во грехах. Громко, громко говорят о своих грехах. Хвалятся. Оринак партенумен вонць меких хапецин. Например, хвалятся тем, как кого-то обманули. Этого наивного, прошу прощения. Или хвалятся тем, что как блудили. Бог хочет, чтобы я и ты хвалились. Что мы избраны. Асцццц. И того, чтобы прославить Его. Аллилуйя. И чтобы наша жизнь показывала, что мы действительно избраны. И теперь я хочу, чтобы каждый из нас задал себе вопрос. Действительно ли люди видят, что я избран? Хочу сказать тебе, возлюбленный. Иисус Христос все сделал, чтобы ты был избранным. Не потеряй это призвание. И цель этой жизни. И посмотрите, что говорит Исайя. И когда он знает, что он избран. Во втором стихе написано. И садил устамай, как острый меч. Знаешь, тот, кто говорит о Боге. И это как острый меч. Это те, которые глубоко осознают, что они избраны. Аминь. Знаешь, что это? Когда кому-то говоришь о Боге. Тот, кто стоит перед тобой, смотрит и думает. Интересно, он верит в то, что он говорит. Но избранный человек так говорит, что это как острый меч. И он не стесняется. И он не стесняется. Знаешь, сегодня многие боятся взять ответственность к делу Божьему. Ну, я так со стороны беду. Ну, так не беду. Чем-то помогу. Нет, избранный человек. И не только в церкви. Аминь. Во всяком месте. Аминь. Знаешь, что я верю в Богу. Знаешь, что хожу в церковь. На этом все. Пусть они со своими делами будут. Пусть так много не говорят обо мне. Нет, возлюбленный. Уста избранного как острый меч. Говорится, тенью руки своя покрывал меня. Тот, кто осознает, что избранный. Господь своей рукой покрывает возлюбленный. Аллилуйя. Сколько из нас хочет быть с сокрытыми Божьими руками. Осознаем, что мы избранные возлюбленные. Своих избранных он покрывает своими руками. Аллилуйя. Слава Богу. Хочется, что дальше садил. Меня стрелой изостренную. Такого чайка Бог делает стрелой изостренную. Идет, чтобы сделать изостренную стрелую, нужно многое. Избранный человек через многое проходят. Но не забывает, что он избранный. Просто вот так растачивается, чтобы быть стрелой остры. Идет, что ты избранный, возлюбленный. И ребенок может стать способом, чтобы быть стрелой остры. Примешь, что ты избранный, возлюбленный. И увидишь, что ты будешь растачиваться. Будешь еще больше острой стрелой для Бога. Которого говорится, что в колчане своем хранил меня. В месте, где хранятся дела избранного человека. Бог дает, чтобы с зерновением говорить. Сокрывает своими руками. Растачивает, делать стрелой острою. И хранит в своем. Чтобы использовать. Аллилуйя. Аллилуйя. Блажен тот человек, с которым Бог так делает. Пусть этот мир не будет растачивать нас. Чтобы мы закончили. Пусть Бог будет растачивать нас. Пусть мы не будем сокрыты для этого мира, возлюбленные. Чтобы годы прошли. Живя в этом мире. И чтобы наша жизнь вот так и в этом мире была сокрыта. Пусть наша жизнь будет сокрыта в колчане Божьем. Чтобы в один день вытащил и выстрелил. На все дела врага. Аллилуйя. Избранный человек сокрыт Богом, чтобы быть использованным. И сказал мне, «Ты раб мой Израиль, в Тебе я прославлюсь». Аллилуйя. Блажен тот человек, который Бог говорит, «Ты мой раб». Я могу себя испытать. Действительно ли я могу говорить людям, тем, что я раб Божий. Блаженны я это, если можем, возлюбленные. Это блаженная жизнь. Что в конце не скажешь, «Что потом?» Знаешь, сколько людей было? Жили, жили. Там много достигли. И потом спрашиваешь, «Что потом?» «Что потом?» Но то, что для Бога. Для этого нету. Это во веке. Никто не скажет, «Что потом?» Все будут знать, «Что ты в вечном деле был». «Что в вечном движении был». «Аминь». Говорит, «Всю жизнь поставил за своих детей». «Хорошо, возлюбленные». Должно быть так. Но кому нужно, если это без Бога? Что потом? Что потом? Если мы не оставим нашим детям наследие следования за Бога, кому нужны остальные наследие? Самое большое наследие, это то, чтобы наши дети почитали Бога. Аминь. Кем бы не были? Будьте, что стали бы врачом. Или какими деятелями. Но Бог прославили. Аминь. Аллилуйя. Смотришь 4 стих? Исайя говорит. А я сказал «Напрасно я трудилась и не на что и вот, что я истощал силу свою, но право мая у Господа, и награда мая у Бога моего». Возлюбленный, если избран. Не думаешь, что ты зря. То, что ты делаешь для Бога. Твоя награда от Бога. И ты увидишь это воздаяние. Люди, может быть, не будут ценить тебя. Но Бог даст тебе награду. Исайя говорит, что я думал, что я напрасно трудился. Знаешь, сегодня здесь есть люди. Каждую субботу. Очень рано утром в субботу приходят и все это ставят. Никто из нас этого не видит. Они прикладывают усилия. Просто пример привошу. Может показаться, что он не зря. Ну, кому нужно. Другой бы мог бы сделать. Нет, с небес есть воздаяние. Аминь. То, что делаешь для Бога. Не только в церкви, на улице, где бы не был. Во имя Бога, когда делаешь, и даже если никто не увидел, знаешь, что есть воздаяние от Бога. Когда ты сохранял себя как избранный. Например, на улице обматерили тебя. И проглотил это. Ты не ответил. Потому что ты избранный. Что если бы тебе было бы, прошу прощения, но разломил бы голову. Но ты не для себя. Ты избранный. Знаю. Есть воздаяние от Бога. Не сожалею. Не знаю, кому говорю, честно говоря. Но хочу сказать, есть воздаяние от Бога. Что бы не было в жизни, ты избранный, возлюбленный. И это не зря. И я не хочу все читать, но потом смотришь. В шестом стихе говорится, мало того, что ты будешь рабом моим, я тебя сделаю светом для народов. Аллилуйя. 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 Ты не только будешь меня слушать, ты сделаю тебя светом для народов. До конца земли. И потом говорится, тот, кто был призван, уничижен людьми, потом прославят Бога, когда увидят, что Бог верный в жизни этого человека. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. И мы этим жили бы. Знаешь, когда человек приходит к Богу, мы всегда говорим, приходите, покайтесь. Примите Господа. Знаете, что делал, Даня? Приходят и говорят, Господь, я раньше не знал, но теперь знаю, я избранный от тебя. еще от чрева матери. Просто до и сегодня не знал. Это настоящее покаяние. Покаяние не просто молитва. Покаяние — это осознание, что теперь я избранный Господом. Аминь. Я слышал, были люди, смотрели на служителей Божьих, проходили годы, видели, что они продолжают служить. И спрашивали сами в себе. И еще служат. Ну, что столько служат? Что есть в этом такого? Что нашли в этом такого? Даже могу сказать, что в жизни ни до чего не достигли. Но хочу сказать тебе, возлюбленный, пусть ты увидишь, что ты избранный до конца жизни. И в один день увидишь, что Господь верный в твоей жизни. Аминь. Аминь. Паркасцун. Слава Богу. Паркасцун. Слава Богу. Айз тега катохнем. Айз грифацк. Это место оставлю в описании. Пойдем пару мест прочитаем притчи первая глава. Повел. Повел. Был религиозным деятелем. Но ради Бога Иисусы ашакерфтнерин и спану. Убивал ученикова Иисуса. Но в один день Господь сказал ему. Это похоже на то, что многие верят в Бога. Но в один день встречаются с Господом. И к Аллатам 1.15 посмотрите, что говорится. Павел говорит. Когда же Бог избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью свою и благоволил. Открыть во мне сына своего, чтобы я благовестствовал его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Повел говорит. Павел говорит. И кав митая, что я осознал, что Бог еще отчеревым матери моей решил избрал, чтобы его сын через меня был явлен. Тогда говорит. Я же не стал делать, как я думал. Он не пошел за плоти и кровью. Он не пошел за своими желаниями. Что сделал Павел? Им явился Иисус. Аминь. Аминь, возлюбленные. Что бы не было, только осознай. Я избранный. Сам себе говори. Я избранный. Еще отчеревым матери. Моя жизнь не пустая. Моя жизнь не бессмысленная. Моя жизнь не отдана каким-то ветрам. Моя жизнь Господь избрал через Иисуса Христа и Его благодатью. Аллилуйя. Благословен Иисус Христос, что через Него каждый человек имеет возможность быть избранным. Но человек сам решает. Я решаю. Я избранный или нет? Аллилуйя. Аллилуйя. Я решающий. Я решающий. Чтобы Бог избрал меня, чтобы я был непорочным и святым. Когда пока я сам настолько уверовал в это, я избранный. Пошел и сказал друзьям, я святой. Я говорю, да, да, святой. Я говорю о том, чтобы идти и всем говорить, я святой. Я избранный. Вы знаете, кто я. Я избранный. Нет, что ты избранный. Нет, что ты избранный. Я сам себе говори. Остальное будет видно. Это не только словами. Аминь. Но не забывай, что ты избранный. Аллилуйя. 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 Скажу тебе секрет. Я не знаю, что ты избранный человек. Меня удерживает от того, чтобы я неправильно поступил именно этого. Астула. Перед Богом. Когда я знаю, я избранный. Я не имею права. Я не имею права. Авели лава мэрнэм. Лучше умру. Знаешь, сегодня шоу. И мысль. Я не знаю, что ты. Но хочу сказать это. Избранный человек. Авели лава мэрнэй каун бажанвий. Лучше умрёт, чем разведётся. Избранный человек. Авели лава мэрнэй каун бажанвий. Лучше умрёт, чем разведётся со своей семьёй. Айтпеса антарвации. Так, для избранного. Дрэха, хамар эл напахума, аз цо хоскал. Поэтому он сохраняет слову Божую. Для избранного человеку. Авели лава корцни, каун, тэй, иншу, он меки, внастал. Лучше потерять, чем кому-то нанести вред. Аминь. Авели лава мэрнэй, каун, тэй, мэрг ку-то. Лучше умрёт, чем сагрешить. Авели лава мэрнэй, каун, тэй, мэртун хапи. Лучше умрёт, чем обману человека. Аминь. 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 Павел, знаешь, говорит, что много раз должен был умереть, и камнями побивали, и оставили так, потому что думали, что умер, и подводы тоже. И когда читаешь, что он написал, и история говорит, сколько раз умер, потому что был избранным, делал что-то, что даже говорили, что если пойдешь, тебя схватят. Говорил, я для Иисуса готов даже умреть. И действительно схватили Его. И Пророк не обманывал. Но после того, как схватили Его, Господь прославился. Если помните историю. Аминь. Мои твои жизни так возлюблены, если избраны, чтобы не было в твоей жизни, все равно Господь покажет свою славу. Аллилуйя. И последнее место. Сашу причине предпоследнее. 138-й Псалом. Псалом Давида. Давид. Имел очень интересную жизнь. Очень трудную. Полная удачами и падениями. Такая бурная жизнь у Давида, знаешь? Мартику, зумеем, бурная жизнь у Давида. Люди хотят вот такую бурную жизнь иметь. Аминь. Самая бурная жизнь с Богом, возлюбленной. Аминь. Аминь. Адреналин. Аминь. Адреналин. Жизнь наполнена адреналином, это с Богом. Хочешь, чтобы сильный адреналин поднялся, живи с Богом. Увидишь, что будет. И не нужно уже прыгать с тарзанки. Не нужно подниматься на какие-то острова. Не против этого. Можешь делать. Никогда не пойду прыгать с тарзанки. Что со мной, чтобы прыгать? Но я говорю о том, что жизнь с Богом – самое большое блаженство. Аминь. Аминь. Однажды в Америке сел на карусели и думал, что уже умираю. И в этот момент подумал. И теперь скажу, что пошел в Америку и умер. Представляете, в этот момент в эту мысль приходит. Для чего нужно сказать, что больше никогда не сяду? Люди дают деньги, чтобы сесть. Чтобы идти за Богом, для этого не нужно платить деньги. Умирать с Богом хорошо. И посмотрите, Давид. Сыгрешил, возлюбленная. Ужасный грех. Убил мужа и прелюбодействовал женой. Поэтому ребенок умер. После всего этого. Минь, как он сказал, что он человек по сердцу моему. И в Новом Завете в Деяниях говорит, что Давид человек по сердцу моему. Минь, как все произошло в его жизни. После этого, как все произошло, Бог сказал. Видишь, что Бог все знал. Но что Бог заставлял сказать такое? Он хотел сказать, что по сердцу моему, Давид. Видишь, человек говорит, что по сердцу моему этот человек. Аминь. И знаешь, что таково человек и есть, ну, по сердцу. Аминь. И нечь нечь, что астон гравумеешь. Что ахватывал Бога. Давид глубоко осознал. Что он избранный Богом. Поэтому каялся. Поэтому падая на лицо, плакал. Поэтому такие молитвы покаяния написал, что в Слове Божьем написано. Откуда приходилось это сердце покаяния? Он глубоко знал, что Бог избрал его. Никто не говорил ему, покайся. Что ты сделал. Или не смотрел, чтобы вдруг кто-то не увидел. Не узнал. Когда дело не знали, но потом узнали. Сдайте, не нужно, чтобы кто-то контролировал нас. Чтобы мы не согрешили. Мы просто знаем, что мы избранные. Знаешь, Давид падал на лицо. Когда ребенок должен был умереть. Пророк сказал, что по причине того, что ты сделал, ребенок умрет. Был в пасте. Не ел хлеба. Пришли и сказали, ребенок умер. Встал. Покушал. И вышел. Почему? Потому что знал. Бог, что бы не делал. Он правильно делает. Избранный человек. Всегда говорит, Господь Бог, в моей жизни то, что есть. Ты правильно делаешь. Я не удалюсь от тебя. Не оставлю тебя. Ты не прав. Это я не прав. Ты прав. Аминь. И посмотрите, что говорится в 138. Это словами избранного человека. 13 стих. Ты не оборачиваешь. Ибо ты устроил внутреннести моей, садкал меня в отчреве матери моей. Аллилуйя. Аллилуйя. Что бы не было. Мы, помимо этого, знаем, что Бог сотворил нас, и он устроил нас в отчреве матери. 16 стих, посмотрите, что говорится. Сародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Что есть в нашей жизни? Возлюбленным всегда помним, Господь все это ты знал. Еще ничего из этого не произошло. Каждый день в твоей книге написаны были. Когда еще ни одного из них не было. Ты скажешь, Бог знает то, что я сегодня здесь сижу? Конечно, знает. Ты скажешь, а все могут так сказать? Я тебе скажу, нет. А я не могу сказать. Я не могу сказать, что я это сижу. Я не могу сказать, что я это сижу. Так, я могу сказать только те, которые принимают, что их избрал Господь. Нахls в твоей жизни не было. В вашей жизни ничего случайного не бывает возлюбленный. Если я это сижу, В твоей жизни нет ничего случайного. Будь то радость, будь то грусть. Посмотри на слух Божий. Столько грустных дней был у них. Одно было. Будь то в радости, будь то в грусти. Бог прославлялся. Удача, будь Господь прославится моей жизнью. Неудача прославлю Бога. Продолжу быть избранным. Пребывать святым и непорочным перед Ним. Кто бы не оставил его, я не оставлю. Знаешь, сегодня говорю о том, мне какая нравится, кто что делает, что сейчас происходит в христианском мире. Я избранный. Аминь. 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 Антонен каузьпес. Примем так. И в 17 стихе говорится, что, как его получил. Как возвышен для меня помышление Твоей Божий и как велико число их. Давид Глубоко принимал в себе Что не только он избран от чрева матери Что Бог знает с его дни И он Он возвышен им считал все помышления Господни Все замыслы Все то, что приготовлен для него Сегодня то, что есть в нашей жизни Скажем, Господь Все хорошо сделал Все хорошо садел Я просто буду твоим избранным всегда Даже есть что-то, что не понимаю Все равно я буду избранным Я покажу твою славу Ты сказал, что ты саделаешь меня светом для народов Ты сказал, что я твой слуга Ты сказал, что я святой Непорочный Я буду таковым Буду жить так Ты скажешь, больше не ошибусь Сейчас не думай об этом Потому что такой человек Когда ошибается Кровь Христа покрывает его И очищает его Потому что он кается Аминь Избранный человек Принимает все замыслы Божьей Господь, теперь это в моей жизни Продолжу тебя прославлять Буду восхвалять твою благодать Буду превозносить тебя во всем Потому что я твой избранный слуга До моего рождения Аминь Аминь Одно скажу Каждое утро Когда проснешься И вспомнишь, что Господь избрал тебя Твоя жизнь пойдет по-другому Потому что каждое утро Мы пробуждаемся И этот мир готов сказать Что ты никому не нужен Ты временную жизнь проживаешь Попробуй достигнуть в этой жизни До всего, что можешь Хочу сказать тебе Все равно не успеешь Что бы ни делал Не успеешь Но когда избраны Богом Ты знаешь, что все в правильное время бывает И ничего случайного не произошло Аминь Не знал, теперь знаешь Живи, пребывай в этом Аминь, возлюбленный Субтитры создавал DimaTorzok